Внимание к мелочам рождает совершенство, а вот совершенство уже не мелочь утверждал Микеланджело. Здравствуйте, в эфире тележурнал «Мелочи жизни» – практическая энциклопедия для людей всех возрастов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подробности в нашем сюжете открывает программу рубрика «Телегид». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня пригласили для награждения, для вручения подарков его вместе с его семьей. Приветствуем и семью. Знакомьтесь, Олег Воскобойников, уроженец Губкина, юбилейный, пятитысячный абонент. Говорит, для их семьи Ростелеком уже стал родным. Они так давно пользуются услугами компании, что и сами не помнят, когда впервые услышали о Ростелекоме. Ну, я не помню. Это очень давно, да. Телефония изначально, потом интернет, телевидение. То есть, в момент поступления каких-то инноваций определенных в этой компании, то есть мы приходили и подключались, пользовались, ну, меняли тарифы для себя какие-то выгодные. И к концу-концу пришли к сотовой связи Ростелеком. В первую очередь хотелось бы поблагодарить Олега и его семью за то, что они на протяжении долгих лет являются абонентами нашей компании. Спасибо большое. За утверждение того, что Олег действительно является пятитысячным абонентом сотовой связи, ему вручается сертификат. Спасибо. Призы и подарки от компании для всех членов семьи. Быть абонентом сотовой связи Ростелекома не только удобно, но и выгодно. Преимущество то, что звонки с городских телефонов от города Губкина и на городские бесплатные, вот именно от Ростелекома. То есть ты не тратишь денег, это ну, мне достаточно много приходится звонить по городу. Сотовая связь Ростелекома доступна абонентам компаний, уже использующим одну или несколько услуг. Домашнюю телефонию, домашний интернет, интерактивное ТВ. Нужно отметить, что число желающих подключить новую услугу с каждым днем увеличивается. Компания Ростелеком на сегодняшний момент является виртуальным сотовым оператором и предоставляет теперь полный спектр услуг для как физических лиц, так и юридических. Сотовая связь у нас предполагает разнообразие тарифных предложений, которое подойдет сегодня для всех и каждого. Получить сим-карту Ростелекома не составит труда. Надо пользоваться или подключить пакет или хотя бы одну из основных услуг компании. Это домашний телефон, домашний интернет или интерактивное ТВ. Следующий шаг – приобретаем сим-карту. Затем заключаем договор в ближайшем центре продаж и обслуживания Ростелекома. Оформить заказ с доставкой можно и на сайте rt.ru или позвонив по бесплатному телефону 8 800 1800. Своим абонентам компания предлагает также мобильные приложения для комфортного пользования и управления услугами. Так, с приложением интерактивное ТВ на экране смартфона или планшета можно смотреть тот же контент, что и дома по телевизору. С помощью приложения «Мой Ростелеком» можно легко управлять услугами, пополнять счет и участвовать в бонусной программе. Еще раз на заметку, подробнее об услугах Ростелекома, тарифах и акциях можно узнать на сайте rt.ru, в любом центре продаж и обслуживания или по круглосуточному бесплатному номеру 8 800 1800. Медицинская сестра правая рука врача, а вот какой должна быть лучшая медсестра, определили в Старом Осколе. В канун профессионального праздника медицинских сестер там прошел конкурс профессионального мастерства. Мы готовы представить победительницу регионального этапа. Более 4 тысяч медицинских сестер на сегодняшний день работает в больницах и поликлиниках Старого Оскола. 40 из них стали участницами городского конкурса «Лучший по профессии». Прежде всего, медицинская сестра – это квалифицированный, грамотный специалист. А потому главным критерием отбора стали их научные, конкурсные работы. Это было профилактическое направление, которое отражено в проекте управления здоровьем. И роль медицинской сестры в этом проекте. Все работы были актуальны, связаны с социально значимыми заболеваниями на территории округа. В этом году конкурс финишировал в канун Международного дня медицинской сестры и прошел под девизом «Живи для жизни». В финал прошли 10 участниц – медсестры из разных медицинских учреждений. Они представили на суд-жюри презентации своих работ. Это вот у нас тарелка высококалорийная пища, и вот это вот сбалансированная тарелка. Одна-вторая должны быть в овощи, одна-четвертая – это гарнир, и одна-четвертая – белковая пища. Это то, как должны обитаться все. Необходимо было не только показать, но и доказать актуальность и значимость своей работы. Ведь написаны они не только конкурса ради. По его завершению свои наработки медсестры будут реализовывать у себя же в отделениях. На их плечах лежит до 90% здоровья всего населения. Поэтому чем будут грамотнее подготовленными медицинские сестры, тем будет легче больным, тем будет здоровье на высоте. По итогам конкурса первое место заняла рентгенолаборант Старооскольской горбольницы номер 2 – Кристина Ивашова. Хотя, по признаниям победительницы, лучшей медсестрой она себя не считает. У нас нет ни лучших. В нашей профессии ни лучшие не задерживаются. И хочу, конечно же, пожелать здоровья, конечно же, терпения, ну и еще раз любви. Любви к профессии, любви к ближним и любви наших пациентов к нам. Кристина Ивашова – представитель медицинской династии. В профессии более 20 лет. Свою победу посвящает своим же пациентам. Сейчас она готовится к участию уже в областном смотре-конкурсе, где будет представлять Старый Оскол. Макаронами сейчас сложно кого-либо удивить. Однако в кулинарных книгах можно найти массу оригинальных рецептов блюд на их основе. А если использовать на кухне особенные макароны, например, неожиданные окраски, то они точно не останутся без внимания. Отличным вариантом для ужина станет паста черного цвета. Рецепт приготовления оригинального блюда готов поделиться с вами старооскольский шеф-повар Сергей Кудинов. Мы подготовили для вас цикл сюжетов с участием кухмейстеров из Старого Оскола. Следите за анонсами, а пока вашему вниманию мастер-класс по приготовлению изысканной фреш-пасты. Здравствуйте, меня зовут Сергей. Сегодня мы приготовим весеннюю фреш-пасту с макаронами, спагетти, с чернилами и кракатицами. Для этого нам понадобятся цукини, черри-помидор, лук-синий, оливки-маслины, оливковое масло, перец чили и соль по вкусу. Макароны и пармезан и зелень. Соус паста. Так, начнем нашу готовку. Для этого мы возьмем оливковое масло для начала. Берем цукини. Ну, примерно минуточки 3-4 будем обжаривать цукини. Теперь мы добавляем синий лук к нашим кабачкам. Чуть-чуть еще оливкового масла. Когда лук обжарился с кабачками, мы добавляем перец чили. Теперь добавим соль по вкусу. И теперь мы добавляем соус паста. Теперь мы добавляем оливки с маслинами. Добавляем немножко воды для того, чтобы наше блюдо протушилось. Не забываем помешивать. В конце приготовления нашего блюда мы добавляем помидоры черри. Буквально минуточку мы еще потушим это блюдо. Теперь к нашим овощам мы добавляем макароны-спагетти с чернилами каракати. Все тщательно перемешиваем. Можно добавить еще немножко воды. Блюдо готово. Осталось теперь его оформить. Для этого мы берем тарелочку. Для украшения блюда нам понадобится сыр, тертый пармезан и зелень. Блюдо готово. Приятного аппетита! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Мы открыты для общения и сотрудничества. Удачи и процветания вам! Увидимся на Первом областном. Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!